Без труда иметь цветущий сад? Да, даже если пропустили момент посадки семян на рассаду, либо попросту у вас нет места для нее. Есть больше 30 сортов декоративных растений, которые можно сажать прямо в грунт весной. Неприхотливые цветы для безрассадного посева в открытый грунт. Агростема, она же куколь, когда-то была вредным сорняком, а сейчас это прекрасный однолетник, который можно сажать и в цветниках, и в клумбах, и посреди газона. Главное, не сеять его возле злаков, так как он засоряет их посевы. И помните о том, что семена этого растения ядовиты, и ни в коем случае не употребляйте его в пищу. А также, если вы соприкасались с семенами, лучше после этого помыть руки. Садовый амарант высотой до 70 см, травянистый однолетник украсит сад оранжево-красными всполохами, насыщенными оттенками, чтобы он проявил себя в полной мощи. Выдерживайте расстояние между семенами в 30 см, либо после всходов прореживайте посадки. Ромашка садовая, сухо цвет, амобиум крылатый. Сейте его прямо в открытый грунт в мае, когда воздух и почва прогреются. Амобиум цветет с июля до первых заморозков. Однолетник биденс имеет яркие, жизнерадостные желтые соцветия. Растения можно выращивать и в кашпо, и украсить им миксбордер или бордюр. А цветет он во второй половине лета, в начале осени. Однолетние дельфиниумы. Им не нужна стратификация, и выращиваются они прямым посевом в грунт. Дельфиниум, он же живокост, очень декоративный, имеет разнообразную окраску, а также махровые сорта. Сейте семена по схеме 30 на 40, и зацветет дельфиниум уже в июле, и будет украшать ваш сад или клумбу до конца сентября. Мини-кустики вискарии от 20 до 25 см, обильно цветущие. Этот однолетник прекрасно будет цвести с середины лета до начала осени, покрывая обильными цветами соцветиями различных оттенков розового, сиреневого, создавая густой цветущий ковер. Прекрасный сухоцвет гилихризум, выращивается и прямым посевом, зацветет он во второй половине лета. На срезку цветы срезайте до раскрытия бутона. А еще прямым посевом можно посадить декоративный многолетний гипсофилум. Получается очаровательный воздушный кустик высотой 80 см, отлично подходит для срезки в качестве сухоцветов. Схема посадки 60 на 80 см, отцветет гипсофилум все лето. Прекрасный однолетник для клумб и букетов это гадеция высотой 30 см. Сейте в открытый грунт семена в начале мая, тогда цветение начнется во второй половине июля и будет продолжаться аж до первых заморозков. Схема посадки 15 на 20 см. Если хотите оформить бордюр или балкон, либо у вас альпийская горка, используйте иберис, прекрасный многолетник. Он цветет шапками диаметром до 40 см. Густо усеян соцветиями. Этот цветок хамелеон у молодого растения соцветия сиреневого оттенка, а со временем они белеют. Схема посадки 40 на 40 см. А посеяв однажды календулу, вы забудете о том, чтобы сеять ее заново, потому что она прекрасно размножается самосевом. Есть даже махровые сорта. Обратите на них внимание. Любые вьюнки, душистый горошек, используйте их для прямого посева в грунт. И с середины июля они начнут цвести до самых заморозков. У некоторых сортов диаметр цветка достигает 20 см. Поэтому схема посадки 50 на 60 см. Многолетник, зацветающий в первый же год посева, это кориопсис. Образует небольшие кустики высотой 40 см, усыпанные пушистым сплошным махровым соцветием. Схема посадки 30 на 30 см. Для клумб, миксбордов, однолетник космидум. Цветет во второй половине лета, абсолютно неприхотлив. Никакого сложного ухода не требует. А цветет так ярко, необычно. От бордового до темно-желтого. С оранжевой каймой. Схема посадки 15 на 15 см. Декоративные сорта лена могут достигать до 40 см высотой. И иметь как алый, так розовый, синий и голубой окрас. Лен крупноцветковый смело выращивайте, как однолетник для миксбордов, либо в газонной зоне. Неприхотливая махровая чудо-маргаритка. Просто посейте семена в грунт и ждите появления маленьких всходов. А зацветет она с середины лета. Матиола, ночная фиалка, раскрывает свой парфюмированный аромат, начиная с вечера. Также нежный аромат имеет настурция. Можно использовать его как лиану. Совершенно неприхотливо, очень красиво растет, вествится, кустится. А цветы можно добавлять в свежие летние салаты. На первом ярусе миксбордов, в кашпо, однолетняя немезия. Высотой около 25 см. Она быстро зацветает после посева и неприхотлива, но такая красивая во время цветения. Прекрасный медонос с ажурными листьями. Чернушка, она же не гелла, она же черный тмин. Очень необычно смотрится и может размножаться самосевом. Смолевка. Быстро растет. Этот однолетник образует плотные ковры, усыпанные цветами, вплоть до махровых. Можно выращивать как в клумбах, и как ампельную культуру, в кашпо, в горшках. Один из неприхотливых цветов, при этом пышно цветущая, это хризантема. Как однолетние, так и многолетние. Высотой до 100 см. И чтобы она цвела до середины осени, сажайте ее на солнечном месте и несколько раз за сезон подкормите. Посадив в мае, уже в июне, и шольце зацветет. Это прекрасный однолетник с яркими, насыщенными цветами, позитивных оттенков. Весеннего настроения в сад добавят васильки. Они предпочитают солнечные места с песчаной или глинистой почвой. Вредителей они не привлекают, но могут страдать от мучнистой росы при условии постоянной обильной влажности с пониженной температурой. Все лето будут цвести на перстянке, которым нравятся меловые, глинистые, песочные почвы. Поэтому дренированная, хорошо увлажненная земля с кислой или нейтральной почвой прекрасно подойдет для их выращивания. Больше им по душе полутень. А после того, как вы будете отсветшие цветочки подрезать, это будет стимулировать рост новых цветов. На наперстянку нападает тляй, гусеничный нематод. Поэтому обработка растения обязательно. А вот на однолетнюю цинию паразиты не нападают. И цвести она будет до октября. При этом к составу грунта она неприхотлива. И будет расти даже на песчаных землях. Главное, высаживайте ее в теплую почву в мае. Потому что она предпочитает солнечные места цветущего, красивого и, самое главное, радующего вас сада. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова